Ну что, всем здравствуйте! Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Ольга. Фамилия моя Кибис. И для того, чтобы вы представляли, почему я перед вами тут вышла и говорю, я немножко скажу о себе. Значит, по профессии я музыкант. Я, в принципе, к бизнесу не имела никогда никакого отношения. Я закончила наше Новосибирское музыкальное училище и Ташкентскую государственную консерваторию по классу теории музыки. И после этого 25 лет отработала по своей профессии. Вот у меня вопрос к залу. Скажите, пожалуйста, вам нравится моя профессия? Да. Хорошая? Очень нравится. Дело в том, что я все 25 лет с огромным удовольствием отработала по профессии. И мне все очень нравилось. И, в принципе, нравится и сейчас. И я считаю, что моя профессия, она очень интересная, очень творческая. Я бы сказала, высоко духовная. И я получала всегда удовольствие от этого. Но в какой-то момент я поняла, к чему я иду. И мне захотелось поменять свою жизнь. Я вам могу сказать, к чему я пришла. Через 25 лет трудового стажа мне, мое государство, начислило на сегодняшний день 5000 рублей государственной педагогической пенсии. Как вам? Известный факт. Да. Вот, знаете, в этот момент, наверное, жетончик как-то и провалился. Потому что я вдруг осознала, к чему я пришла. Люди делятся на две категории. Те, которые согласны с таким итогом своей жизни, и те, которые не согласны. Вот я отношусь ко второй категории, ко второй половине. Я не согласна. Но еще до этого я стала искать, еще до этого в сознании, вообще, что я сама могу сделать, чтобы не жить вот на такие маленькие деньги. И почти 13 лет назад я нашла бизнес, в котором научилась работать, научилась зарабатывать. И научилась зарабатывать большое количество людей. Вот, я думаю, что сегодня мы с вами об этом поговорим. У меня вопрос к залу. Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня пришел первый раз. Спасибо. Разговор у меня будет с вами. И у меня большая просьба. Я представилась. И я бы хотела, чтобы каждый из вас ответил на три небольших вопроса. Первый вопрос. Как вас зовут? Я думаю, это легко сказать. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, кто вас сюда сегодня пригласил? И третий вопрос, он очень сложный. Нужно сказать, что вам такого сказали, что вы сюда сегодня пришли. Понятный вопрос? Замечательно. Пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Светлана. И меня сегодня на эту встречу пригласила мой спонсор Наташенькина. Что сказала? Сказала, что будет встреча с очень интересным человеком. Хорошо. Спасибо большое. Вас как зовут? Меня зовут Валентина. Меня пригласила сюда моя мама, Ольга Кожара. Сказала, сходи, очень интересная встреча, посмотришь, как дома, Ольге Владимировне. Хорошо. Можно работать. Спасибо большое. Насколько зовут. Меня зовут Елена. Пригласила меня Оля Степаненко. Вы? Ну, я тоже сказал, что встреча с очень интересным человеком, у которого есть, чем получить. Спасибо. Меня пригласила Лариса. Зовут вас. Меня зовут Ольга. Меня пригласила Лариса, она мне ничего не сказала. Отлично. Вот. Зачем? Но из большого уважения, потому что это моя близко родственница, и из любопытства. Мы пришли. Ну что ж, спасибо большое за ваши ответы. Я сориентировалась. Ответы очень интересные. И мы сейчас с вами услышали, что каждого человека пригласили как-то по-своему. Но тем не менее, вы пришли, и вы здесь. И я могу сказать такую вещь. Дело в том, что я в бизнесе почти 13 лет. И за это время я считаю, что я получила еще одно высшее образование. Курочек у меня об этом образовании нет, а результат есть. И я могу сказать, что то профессиональное образование, оно научило меня профессии, по которой я, как вам сказала, уже с удовольствием работала, но привело к результату моей жизни 5000 рублей. А вот это образование, второе, я считаю, что оно помогло мне сделать мою жизнь такой, какой хочу я сама. зарабатывать столько, как я, столько, сколько я хочу. И вообще делать все, что я хочу. Вот на сегодняшний день я считаю, что второе образование во много раз важнее любого профессионального. хотя я считаю, что каждый человек должен получить высшее образование. Оно очень помогает расширять кругозор, оно учит видеть перспективу, вот, и поэтому это очень важно. Вот за это время я прошла много разных тренингов, много семинаров, много была на конгрессе, и за эти 12 лет получила очень много знаний. Вот этими знаниями я сегодня с вами частично хочу поделиться. Есть такая очень интересная теория, которая называется квадрант денежного потока. Вот из тех, кто сегодня пришел первый раз на встречу, поднимите, пожалуйста, руку, кому знакомы такие слова. Ну, как правило, 99% людей, которые приходят на встречу, не знакомы с этим понятием. Вы знаете, я вам хочу рассказать о том, в чем суть этой теории, и в принципе, наверное, не так важно, придете вы в бизнес или нет, потому что это будет ваше решение, и это самое главное. Но то, что вы сейчас услышите эту теорию и сами определите себя, где вы находитесь в этой жизни, мне кажется, это очень важно. Поэтому вот об этой теории я бы хотела вам рассказать. В чем суть теории? Дело в том, что все люди, которые получают деньги или денежный поток или энергию в денег, а то, что деньги вид энергии, я думаю, все уже знают, так вот, все люди по получению этого денежного потока делятся на 4 категории. Первая категория людей это те, кто работает на государство или на хозяина. поднимите руку, кто из этой категории. Поднимайте, поднимайте, поднимайте. Практически все. Значит, первый квадрант это люди, которые ходят на работу и работают на государство или на кого-то. Значит, 80% людей именно из этого квадранта. эти люди все до единого идут по одной жизненной программе. Программа называется 40 40 40 Расшифровываем. 40 лет стажа по 40 часов в неделю в результате пенсии 40% от прожиточного минимума. Это государственная программа минимум. и 80% людей идут именно по ней. Человек рождается, он идет в детский сад, дальше школа, образование, работа, пенсия. Пенсия, на которую жить нельзя. Это государственная программа минимум. И, кстати, скажите, пожалуйста, студенты есть в зале? Да. Есть. У меня, как правило, к студентам особый вопрос. Скажите, где вы учитесь? В Санкт-Петербургском институт внешнеэкономических связей, экономики, права. Вопрос второй. Скажите, пожалуйста, цель вашего образования какая? Получить высшее образование. Получить высшее образование. Хорошо. Дальше что? Устроиться на престижную высокооплачиваемую работу. Замечательно. Что такое для вас престижная и высокооплачиваемая работа? Ну, давайте возьмем один параметр. Дело в том, что люди, конечно, хотят получить работу престижную, высокооплачиваемую, чтобы был карьерный рост. Правильно? Да. А чтобы начальник был хороший? Режим работы. Режим работы был удобный. Работа была ... коллектив замечательный был, да? Чтобы раз пять-шесть в году в отпуск отпускали. Правильно? Да. Всем так хочется? Всем. И это правильно. И это нормально. Давайте возьмем один критерий высокооплачиваемая работа. Для вас это сколько? Какая сумма для вас являлась бы хорошооплачиваемой работой? Сорок, пятьдесят. Так, сорок или пятьдесят? Ну, сорок. А почему не пятьдесят? Я знаю, что после института это нереально. Значит, когда вы думаете, что после института сколько вам дадут или не дадут это одно, вопрос у меня был другой. Что для вашего понятия хорошооплачиваемой работой? Без мысли о том, получится у вас это или не получится, дадут вам такую работу или не дадут. Тогда сто. Скажите, пожалуйста, есть люди, которые хотят зарабатывать пятьдесят, сорок, вот как вы сказали, тридцать пять, тридцать? Есть? Есть. Кто-то шестьдесят, кто-то семьдесят хочет. Заявка хорошая? Желание хорошее? Конечно. Это нормальное желание нормального человека, достойно жить. А теперь вопрос, скажите, пожалуйста, когда студенты учатся в учебном заведении и хотят вот так зарабатывать, а после института идут устраиваться на работу, они вообще получают такие зарплаты? Вряд ли. Вряд ли. Ну, у меня всегда такой вопрос, а что тогда в голове у человека? Мы пять лет учимся, мы хотим жить хорошо, мы хотим, чтобы у нас была высокооплачиваемая работа, и мы все пять лет знаем, что мы вот это не получаем никогда. За редким исключением. И в принципе так всегда. Скажите, пожалуйста, вы будете решать, сколько будет ваша зарплата? Нет. Вы будете решать, сколько раз в году у вас отпуск? Нет. Вы будете решать, какой у вас трудовой день? Нет. А если вы ничего не решаете? Тогда скажите, пожалуйста, вот эти вот эти слова, правильно? Правильно. 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 Тогда у меня вопрос, почему из учебного заведения люди идут в рабство? Правильно? Больше некуда. у меня иногда встречаются люди, которые возражают и говорят, нет, нет, это какое же это рабство, это все нормально. Я предлагаю всегда аналогию. Давайте посмотрим, что имел раб за свой труд. Раб за свой труд имел еду, одежду и круг. Что такое средняя зарплата? Что можно на нее иметь? А есть одеться и заплатить за квартиру. Вот эти люди богатыми никогда не будут по определению, потому что они государство и их хозяин никогда не будут много платить. Мы работаем ровно настолько, чтобы нас не уволили, а платят нам ровно столько, чтобы мы не уволились. Да? И аналогия полная. А люди идут сюда только потому, что мамы с папами по этой же программе жили, бабушки и дедушки по этой же программе жили, и другого мы не знаем. Поэтому мы все идем сюда абсолютно неосознанно. Ну, итог я уже сказала, как вы видите. Повторяю, это государственная программа минимума. вторая категория людей по-другому получает денежный поток. Это люди, которые самостоятельно что-то предпринимают. Сам. Ну, я всегда говорю, я, как педагог-музыкант, что могла предпринять? Да очень просто, частные уроки. Частный урок стоит дороже, деньги идут из рук в руки без учета налогов. Это очень хорошо, и денег больше. Я вам приведу пример. Люди могут шить, люди могут вязать, люди могут выращивать урожай, люди могут заниматься какой-то частной практикой, и в принципе это уже гораздо лучше. Денег больше. Но, к сожалению, и та, и другая категория людей получает только активный вид дохода. Что это значит? Это значит, пока вы работаете, денежный поток вам поступает. Перестали работать, деньги перестали получать. Давайте посмотрим. Значит, пока вы работаете, денежный поток есть, но у вас нет времени, потому что вы время своей жизни продаете за зарплату. Никто не считал, сколько стоит час вашей жизни. Разделите полученную сумму на время. Сколько получается? Знаете, иногда получается 38 рублей, иногда 40, иногда 45. Это ваша стоимость на рынке труда. Согласны выхода выхода нет. А другого как будто выхода нет. И давайте посмотрим наоборот. Если вы уволили с работы или вас уволили, то получается наоборот. Денежный поток прекращается, зато вы что получаете? Время жизни. Так вот того и другого одновременно вот эти две категории людей не получат никогда. И мне хочется нарисовать еще схемку, знаете, чтобы люди просто поняли вот такую очень важную вещь. Давайте просчитаем из чего складывается наш день. Сколько человек в среднем работает? 8 часов. 8 часов, правильно? 8 часовой рабочий день. Сколько человек должен спать? 7-8 часов. 8 часов. Нормальный сумм. Да? Как правило, в среднем сколько времени люди могут добираться с работы и на работу? Ну, зависит. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Туда и назад. Кто-то больше, кто-то меньше. Сейчас всегда выходит. Плюс 2 часа. Значит, я вот эти 2 часа акцентирую и говорю, вы понимаете, что вы 2 часа в день в среднем живете в транспорте? Могу добавить, одетыми и зачастую стоя. 2 часа жизни каждый день в транспорте. Сколько у нас остается на жизнь? 6 часов. Как это 16? 6 часов. Это то, что мы называем жизнью. За эти 6 часов нужно что сделать? Покушить. Почтирать, погладить, убрать. Да, совершенно верно. Вот это то, что мы называем жизнью. Понимаете, да? Это участь вот этих людей. И самое главное, что вы сейчас должны запомнить, что эти люди получают. Либо деньги, либо время. Третья категория людей, это люди, которые организуют деятельность других, имеют свое дело или свой бизнес. Я пишу бизнес. Видов бизнеса три. Первый вид бизнеса, как мы говорим, традиционный. Я пишу традиционный. Для этого первое, что нужно, для того, чтобы заняться бизнесом, первое, нужна идея, правильно? Чем вы будете заниматься? и второе, нужно? Деньги. Правильно. Значит, идея и деньги. Вот смотрите, у меня, как у педагога-музыканта, нет ни идей, ни денег. Я вообще не понимаю, что такое бизнес, и мне нечего в любой бизнес вкладывать. И в принципе, многие люди живут точно так же. Нет ни денег, нет ни идей. Но есть люди, которые организовали свой бизнес и зарабатывали. Второй вид бизнеса это франчайзинг. Это готовая бизнес-система под ключ, уже отработанная, идея вложена. Но для того, чтобы купить вот эту систему, нужно во много раз больше денег, чем в первом случае, потому что система уже отработанная. Это пиццерии, это подорожники, это все готовые заведения, это пример франчайзинг. Значит, пишу много денег. И третий вид бизнеса это MLM системы. Именно системы, где вложения идут не более 20 условных кабинет. И для того, чтобы поставить этот бизнес на ноги, нужно время, действия и настойчивость. Другие категории вложения. Ну, расшифровываю, что такое MLM. Multi-Level Marketing. Многоуровневый маркетинг или сетевой. Знакомы такие слова? Знакомы. Знакомы. Дело в том, что очень многие люди путают незаконные финансовые пирамиды и систему MLM. Значит, кто-то из вас может отличить одно от другого? Да. Пожалуйста. Чем отличается MLM-система от Stellar Marketing? Финансовые пирамиды чистое вложение денег поступает более высшестоящим, как я думаю. Ну, в принципе, да. В принципе, да. И если еще один... Отсутствие продукта либо формально его назначают. Либо формально, совершенно верно. И, чтобы подытожить, я могу вам сказать. Вот два параметра, которые помогут любому человеку отличить законную пирамиду от незаконной. Первое – это вход в бизнес и второе – это за что платят. Плата. Ну, то, что вы сказать. Значит, если вход в бизнес большой, вам предлагается внести много денег, значит, скорее всего, это незаконная финансовая пирамида. Если сумма не более вот этой, значит, скорее всего, это ДМЛМ-система. Там потерять ничего нельзя, потому что люди не вкладывают. И за что платят? Если платят за то, что вы приводите человека, который вкладывает такую же большую сумму, это незаконная финансовая пирамида. Туда ходить нельзя, там деньги можно потерять. Если платят с товарооборота покупок людей, где каждый купил для себя, это МЛМ-система. Если человек купил для себя, он этим пользуется, и в принципе он потерять ничего не может. Понятно, да? Так вот, очень многие люди не знают этих двух параметров, как мы говорим, вряпываются в незаконные финансовые пирамиды, теряют там деньги, а потом считают, что МЛМ-система это то же самое. Вместо того, чтобы научиться грамотно определять, где пирамида незаконная, а где система МЛМ. и зачастую люди идут в незаконные пирамиды по очень простой причине. Принеси деньги, пригласи двоих с деньгами и сиди жди, когда на тебя посыпятся. То есть, по-простому люди хотят халявы. Там делать ничего не надо. А в МЛМ-системе работать надо. Нужно приглашать людей и их обучать. И вот желание людей получить деньги просто так и привлекает их именно в незаконные финансовые пирамиды. Ну, вы теперь грамотны, теперь никто из нас туда не пойдет. И четвертая категория людей, которые получают деньги совсем другим способом, это инвесторы. Вот само слово инвестор говорит за себя. Как получает деньги инвестор? Как получает деньги? Ладно, да? Да? Да. Значит, сначала можно заработать. Вот представьте, что вы в каком-то из трех видах бизнеса заработали деньги. И куда-то вложили. Куда можно вкладывать? В недвижимость. На сегодняшний день, конечно, это самое выгодное вложение. Значит, вкладываем недвижимость. До поры до времени. Сейчас наук на имущество зарежной площади планируется. А планирует. Но когда они запланируют, тогда и будем решать проблемы. А пока покупаем недвижимость. Хорошо. Значит, купим много, потому что вы заработали много. Договорились? Значит, рекомендую купить не менее пяти квартир. как можно использовать эти вложения? На двое. Да. Чтобы начать получать две киноза. То есть даем в аренду, я пишу условную сумму, это абсолютно не важно, ну просто такую ровненькую сумму, двадцать тысяч. Вот представьте, что за каждую квартиру вы получаете двадцать тысяч рублей. Таким образом, вы как инвестор, сколько будете получать в месяц? Сто тысяч. Отлично. Вот кстати желаемое, У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как долго вы будете получать сто тысяч каждый месяц? Сужение. Согласны? Или кто-то против? Согласны. Плюс минус, Ну, очень многие говорят о ремонтах надо делать? делайте, вы же все равно сто тысяч будете получать. Куда вы их будете тратить, это уже другой вопрос. Но вот эта сумма будет приходить вам каждый месяц. Давайте представим себе, что вы получили деньги, ну, может быть, не за один, не за два, не за три, за несколько месяцев, и решили поехать отдохнуть. Может быть, кому-то сто тысяч мало покажется, ну, накопили и поехали. куда вы поехали отдыхать? Я бы поехала в Таиланд. Замечательно. Египет. Египет. Франция. А Франция. Вы? Я пока еще не решила. Пока не решили? Я много желаний. Много желаний, да? Пока еще не решили. Ну, вообще, куда-то хотите? А сейчас никак придумать не возможно. Почему? Европа, Италия. Европа, Италия. Замечательно. Отлично. Значит, представьте, что вы месяц путешествовали, отдохнули, через месяц приезжаете, деньги опять есть? Вы опять получили? Через месяц еще, через месяц еще. К чему я-то говорю? У меня такой вопрос. Скажите, что получает инвестор благодаря такому способу получения денежного потока? Время. Время. Свободу. А, ну, так. И деньги. И деньги. Посмотрите. Это разная формула? Разная. Значит, вот эти две категории людей получают либо деньги, либо время. а инвестор получает и деньги, и время. Есть разница? А вот это и называется, вы абсолютно правильно сказали, я называю это, да, вот так, свобода. Кто из вас свободный человек? Или завтра в семь с утра на работу? Понимаете, да? у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как бы вы хотели получать денежный поток? Каким способом? Первым, вторым, третьим или четвертым? Никак могли бы, никак могли бы себе позволить, а как душа просит? Четвертым, почему не получаете? Не можем. Почему не можем? Чего не сделали? ничего пока для этого. А чего не сделали? Артирни квартиры. Деньги не заработали. Артиры. Артиры. То есть, вы считаете, что для того, чтобы быть инвестором, получать деньги, подобные инвестору, вам нужна обязательно недвижимость? Не обязательно. Не обязательно. Так вот, я готова вам показать путь, благодаря которому вы, не имея недвижимости, можете получать деньги, подобные инвестору. Интересно? Очень. Отлично. Замечательно. Тогда, для того, чтобы в этом разобраться, нужно сначала понять одну вещь. Скажите, пожалуйста, а чем отличаются люди, которые ходят на работу, от людей, которые по-другому организовали свою жизнь и стали свободными? Чем они отличаются? Есть предпоследствия? Ответственностью. Ответственностью. За себя. Я сам отличаюсь за себя. Ведь здесь тоже очень много ответственных людей. Ответственны перед другим. В большей степени. Чем перед собой. Для других я буду работать, а для себя нет. Может быть, этим могут рискнуть, бросить работу и пойти куда-то. Да, в какой-то степени да, конечно. Способность рискнуть. не знаю, я думаю. Думаете? Отношения к жизни, наверное. Отношения к жизни. Что я, чего я могу, чего не могу. Могу это позорить. Могу не позорить. Нет, это я думаю, да, чего не могу в этой жизни меня устраивать, когда на работу получите. Да, да. В принципе, вы все правы. Но есть одно нечто общее из того, что вы сказали. и называется это мышление. То есть, люди отличаются не образованием, не умом, не опытом жизни. Они отличаются мышлением. Люди думают по-разному. Люди относятся к событиям жизни по-разному. Видят в них разные вещи. Для того, чтобы было понятно, я объясню. Значит, есть такой маленький пример, который это очень хорошо показывает. В город приезжает человек и видит, что на одной стороне улицы живут богатые, а на другой бедные. Он у бедного человека спрашивает, почему они богатые? Тот говорит, ну, они луком торгуют. Он там так бедного поворачивается и говорит, ну, а вы-то так-то почему не торгуете? Бедный говорит, ой, да кому он нужен лук-то? Я доступно описываю. Дело не в луке и не в торговле. Дело в том, что одни люди видят возможности и их используют, а другие проходят мимо. Вы думаете, я скольким людям предлагала вот эту возможность? но кто-то говорит, скажи, что надо делать, я это повторю, а другие говорят, ой, да это все ерунда, быть такого не может. Понимаете, да? Собственное отношение. Еще есть очень хороший пример, он мне очень нравится. Значит, в Африку с обувной фабрикой послали двух менеджеров найти рынок сбыта. Они походили, погуляли по Африке. Первый шлет телеграмму. В Африке жарко, все ходят босиком, обувь никому не нужна. Ну, ведь правильно? Конечно. Второй ходил там же, шлет свою телеграмму. В Африке жарко, все ходят босиком, срочно высылаете вагон с обуви. Понимаете, да? Да. Разные отношения, разное мышление, разная позиция жизненная. Так вот, для того, чтобы стать инвестором, нужно включить мышление инвестора. Для меня образцом мышления инвестора являются слова Генри Форда, который в свое время когда-то сказал. Вместо того, чтобы вкладывать 100% собственных усилий, можно взять по 1% от усилий 100 человек. результат в обоих случаях будет одинаковый. Но первый путь тяжелый, а второй умный. Понятно, да? Так вот, чтобы стать инвестором, еще раз говорю, нужно включить мышление инвестора. Я утверждаю, что у каждого человека это мышление есть в наличии вот здесь. Но оно не востребовано. Потому что когда вы ходите на работу, ваше мышление инвестора никому не нужно. Зачем его там включать? Там все определили. Зарплату определили, рабочий день определили, деятельность определили, все определили. И даже совсем не остается времени, чтобы чуть-чуть подумать. Да, совершенно верно, потому что нужно выполнять обязательное действие. Абсолютно верно. так вот включить мышление инвестора помогает вот эта бизнес-система. Время, действия и настойчивость влияют так, что у человека мышление наемного работника переключается в мышление инвестора. Вот и все. Так как же работает вот эта бизнес-система? Очень просто. Проще не бывает. Дело в том, что я почти 13 лет сотрудничаю с компанией, со шведской компанией, которая на мировом рынке почти, ну, я напишу 44 года, в 68 странах мира. Компания, которая называется Арифлейн. И скажите, пожалуйста, вообще, как я себе компанию выбрала? 44 года на мировом рынке, 68 стран мира. Наверное, кто-то предложил купить. Да, мне предложили, меня пригласили, но на сегодняшний день я понимаю по этим двум цифрам, какого партнера мощного я себе выбрала. существовать на мировом рынке 44 года в 68 странах мира. И когда в России был кризис, то руководители компании сказали, это у вас кризис, а у нас в Швеции, все нормально, поэтому деньги всем были выплачены. И все 44 года компания на мировом рынке предлагает две возможности. первая возможность это покупать качественный продукт по доступной цели. То есть иметь дисконт. Скажите, это выгодное предложение дисконтное? У кого из вас в сумочках, в карманах есть дисконтная карта? Значит, Меги, Басаранова, Монро, Аптек, вот-вот-вот, вы перечисляете, у всех, потому что всем это выгодно. Так вот, компания предлагает вы-го-ду, то есть дисконтную карту. Это выгодно и мужчинам, и женщинам, и больным, и здоровым, и богатым, и бедным, и старым, и молодым. Правильно? Это выгодно для всех. Именно поэтому такое огромное количество стран уже задействовано. это одно предложение. А второе предложение компании, это зарабатывать вместе с компанией и получать от 3% до 21%. и на сегодняшний день я пишу 7 вида премий минимальные, но в принципе и там гораздо больше. И каждый раз просто просчитать невозможно сколько там премий. А вот это называется бизнес. Как же он работает? Работает он очень просто. Работает по системе MLM или по системе сетевого маркетинга. У меня к вам вопрос. Скажите пожалуйста, кто из вас занимался сетевым маркетингом? Нет. 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 Вот большинство людей говорят, что они сетевым не занимались. Те, кто отвечает на этот вопрос утвердительно, имеют в виду сетевые компании. Правильно я говорю? Но я могу утверждать, что каждый человек, живущий на земле, всю свою сознательную жизнь, лет с пяти занимался, занимается и до конца своих дней будет заниматься сетевым маркетингом. Независимо от того, зарегистрировал он в какой-то компании или нет. Что я имею в виду? Давайте посмотрим, что такое сетевый маркетинг. Сетевой маркетинг это способ продвижения товара от человека к человеку. Давайте возьмем ситуацию. Представьте, что вы приходите в магазин и видите, что там скидки. Скажите, вам выгодно купить? Конечно. Конечно. Потому что скидка. Вы купили себе, сэкономили собственные деньги, правильно? Поняли этот момент. Представьте, вы выходите из магазина навстречу ваша знакомая идет. Ну, невозможно спрятать сумку за спину и бочком от нее спрятаться. Наша естественная потребность какая? Мы подходим и говорим, Таня, привет, слушай, я тут в таком магазине была, а там скидки, я столько денег сэкономила. Таня вам доверяет? Да, она ваша подруга. Она знает, что вы плохого ей не пожелаете? Знает. Она пойдет по вашей рекомендации? тоже деньги сэкономить? Конечно, пойдет. Это абсолютно естественный процесс. А теперь представьте, несколько человек по вашей рекомендации пришли в этот магазин и каждый купил для себя. Вы своей информацией что сделали магазину? рекламу и еще что? Дальше реклама прошла прибыль. Люди пришли и купили магазин прибыль. Вы к этой прибыли отношения имеете? Нет, к сожалению. Как это нет? что сказали, что имеете прибыль и тут же от нее отказываетесь? Нет, прибыль не имеет магазин. Так, а я говорю, вы отношения к этой прибыли имеете? Нет. Как нет? Косвенно имею. А, косвенно имею. Да, самое прямое. Косвенно имею. Самое прямое, никакое не косвенно. Почему вы говорите, что не имеете этого отношения? Потому что денег вам за это не заплатят. Правильно? Поэтому вы не приходится, вам просто ничего не заплатят. Но вы отношения имеете. Магазин вам ничего не заплатят. Но вы понимаете, что вы всю жизнь так живете. Как только вы кому-то что-то порекомендовали, и человек пошел по вашей рекомендации купить, это называется стивой маркетинг. Скажите, какую книгу прочтет ваша знакомая, если вы об этом рассказали? То же самое. Какой фильм посмотрят ваши знакомые, если вы в восторге от этого фильма? понимаете, понимаете, да? И пошел процесс. Так вот, этот процесс абсолютно естественный. И я смею утверждать, что все люди на земле занимаются сетевым маркетингом. То есть только половина этим занимается неосознанно и бесплатно, как вы, а вторая половина осознанно и за деньги, как я. так вот, компания Арифлейм прекрасно понимает, что все люди так живут. И она ставит этот принцип жизни, ну, как сказать, сарафан на радио, принцип сарафан на радио, на коммерческую основу. И они говорят, ну, абсолютно все равно, вы сами придете купить, ну, например, на 3000 рублей, да? Или пригласите несколько человек, пусть будет 5-6 человек, каждый пришел, купил для себя, а в результате 3000. Как проще, как легче, самому или порекомендовать? Громче. Порекомендовать. Я так и думала. А теперь ответьте на вопрос, что у вас сейчас только что включилось? Какое? Правильное. Правильное. Не быстро. Правильное мышление. Потому что, давайте посмотрим, что Генри Форд сказал. Вместо того, чтобы вкладывать 100% собственных усилий, вы только что сказали, что гораздо легче взять по одному проценту. Результат одинаковый, но первый путь тяжелый, когда сам, а второй умный, когда по одному проценту. Посмотрите, вы только теоретически сделали один шаг в эту систему, и у вас мышление уже включилось. а дальше посмотрим. Скажите, пожалуйста, вот этим людям вы сделали выгоду? Им выгодно? Конечно. Вы им дали рекомендацию, а они получили дисконт и сэкономили свои деньги. Компании выгодно? выгодно. Они получили товарооборот благодаря кому? Вам. И теперь они понимают, что благодаря вам. И самое главное, вы понимаете, что благодаря вам. И они вам за это предлагают деньги. 3% с товарооборота покупок людей, которые пришли и каждый себе купил. 100 рублей. Деньги небольшие, но вы тоже остались выгодны. Как вам схема? В этой схеме нет проигравших. Здесь все остаются в выгоде. Понимаете, да? Людям выгодно, компании выгодно и вам тоже становится выгодно. Хорошая схема? Да. Отлично. Скажите, при этой схеме вы деньги вкладываете? Нет. Отлично. Скажите, при этой схеме вы чем-то торгуете? Нет. Рекомендуется. Рекомендуется. Торговли нет? Нет. Продает компания. Скажите, вы кому-то что-то навязываете? Нет. Советуйте и все. Так же, как и в жизни. Но иногда ваших советов не принимают, правильно? Но и здесь точно так же. Иногда и тут могут не принять советов. И тем не менее находятся люди, которым это выгодно и они приходят. Вот когда я поняла, что мне деньги платят за рекомендацию, я стала приглашать людей осознанно, понимая, что мне за это заплатят. потому что у компании есть определенный бизнес-план. И в нем сказано, что если вы организуете базу активных потребителей с товарооборотом уже 10 тысяч, то вам компания выплатит уже 6% с товарооборота покупок людей. И вы получите где-то 500 рублей. Каждый человек пришел и купил для себя. По чуть-чуть. Понятно, да? Пригласили еще большее количество людей. Получился больше товарооборот. Вам компания обещает уже 9%. Это где-то полторы тысячи. Создали базу активных потребителей с товарооборотом 40 тысяч. Получили 12%. Это где-то 3-4 тысячи рублей вам вернется. Создали товарооборот 60 тысяч путем приглашений, путем рекомендаций, то есть путем действия, которые вы делаете всю свою сознательную жизнь. То есть за то, что вы делаете всегда, вам еще и деньги платят. 15% это где-то 6-7 тысяч. Создали товарооборот 100 тысяч, получите от компании 18%, это где-то 9-12. И при товарообороте 150 тысяч вы получаете 21%, это от 15 до 30 тысяч для начала. 21-20. у людей как правило возникает вопрос, а сколько же людей нужно пригласить в компанию, чтобы получить вот такой товарооборот, при том, что каждый купит для себя? есть такой вопрос? Сколько человек нам нужно пригласить? Для этого есть статистические данные. Давайте посмотрим. Дело в том, что по Новосибирску и области есть статистика. Каждая семья потребляет в среднем моющих и косметических средств в среднем на 487 рублей. Четко выверенная цифра. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну, на семью. Один человек в семью покупает. Месяц, Мало нам жить. Маловат. Это средняя цифра, потому что у нас есть наемные работники, которым очень мало платят. Это средняя цифра. Кто-то на полторы тысячи может покупать, кто-то на две три, понятно. Ну, я всегда округляю эту цифру, чтобы легче было считать. Давайте возьмем не 487, а 500 рублей. Да? Такое. То есть это средний заказ. Тогда как вы считаете, сколько народу вам нужно пригласить в компанию, чтобы получать для начала вот такие деньги? Математическое действие. Математику в школе проходили? Говорите. еще один. Да. Сколько получается? О, делим быстренько. 300. 300. 300. Получается? 300. 300 человек. Отлично. смотрите, мы ничего не придумали. Мы просто это просчитали. Значит, получается, если вы в компанию Арифлейн пригласите 300 человек, и они будут все мыться, то компания каждый раз будет вам выплачивать в среднем 25 тысяч рублей. Не все же 300 человек превышен лично. Так вот, у меня вопрос. Вы думаете о том, где взять 300 человек вот сейчас? Вот я не думаю. Думаете? Правильно? Да. Где я возьму 300 человек? Правильно? Правильно. Кто еще? Правильно? Думаете? Думаете? Значит, давайте разберемся. Если человек задает себе вопрос, где я возьму 300 человек, это значит, у него какое мышление? Наемного работника из первого квадранта, и он хочет все сделать собственными усилиями. Так или нет? Да. Восьмичасовой рабочий день. А если включить мышление инвестора, то очень правильно прозвучала сейчас фраза. Но не обязательно же я должна пригласить всех. Да? Давайте посмотрим. Вместо того, чтобы вкладывать 100% собственных усилий и самому приглашать 300 человек, вспоминаем фразу Генри Форда, можно пригласить хотя бы несколько человек, да? А у них есть свой круг знакомых. Поэтому переключаемся на мышление инвестора, не надо самому бегать и набирать 300 человек, да? А что набирать дает насчет. Ну, 300 человек знакомых на сегодняшний день есть не у каждого, хотя в принципе они есть, и это технология есть, благодаря которой человек понимает, что у него даже не 300 человек знакомых, а во много раз больше. Но это уже следующий этап. а на сегодняшний день давайте посмотрим, 300 человек знакомых у вас нет, а вот предположим, 5 человек, у каждого найдется? У вас есть 5 человек знакомых? Замечательно. А у вас? Да. Причем, давайте определим, каких знакомых? Каких будем приглашать? Активных. Активных еще? Доброжелательных. Доброжелательных еще. Какие? Самых близких. Самых близких еще. Так. Вот уже близко. В принципе, правильно. Дело в том, что может быть даже не обязательно активных, а может быть даже не обязательно доброжелательных, недоброжелательных тоже боятся. Как определить, каких людей будем приглашать? Очень просто. Какие две возможности предлагает компания? Мыться и зарабатывать. Это те два критерия, по которым мы приглашаем людей. Значит, люди должны либо мыться, либо им должны быть нужны деньги. Правильно? Вот это всего два критерия. Скажите, пожалуйста, у вас есть пять человек знакомых, которые моются? Конечно. А у вас есть пять человек знакомых, которым деньги нужны? Конечно. Вот и всё. Пригласите сюда пять человек. И давайте сразу договоримся, что информацию для ваших знакомых помогу дать я. Потому что на сегодняшний день просто я делаю это профессионально. А вы посидите и послушайте, а я расскажу. Договорились? Договорились. Отлично. Вам легче? Да. Вам ничего не надо рассказывать? Пригласите их сюда. А дальше давайте посмотрим. А вот у этих людей найдётся пять человек знакомых? Устанавливается. Да. Ну если мы постараемся. Даже если вот этот человек говорит, нет, мне не нужна ни скидка, ни деньги, при этом надо проверить вообще его самого, если он так говорит, то у него всё равно наверняка найдётся пять человек знакомых, которым дисконт был бы выгоден. Или метод заработания. Обязательно найдёт. Обязательно найдёт. Мы его попросим. И тогда вы сидите слушаете, и он сидит слушает. А я опять расскажу. За вас. Скажите, а вот у этих людей найдётся пять человек знакомых? Обязательно. Обязательно. Ну не найдётся, так мы найдём. Мы же активные, да? Вот. Вы втроём сидите слушаете, а я опять рассказываю. Почему я рассказываю? Потому что я на три поколения вниз должна научить людей работать, как я. А когда вот эти люди начнут приглашать, вы попробуете рассказать, потому что вы уже наслушаетесь. Через сколько времени пересказ усвоите? Сколько раз нам читали, чтобы написать изложение в школе? Три раза. Три раза. Три раза. Три раза. Три раза. Вот три раза послушали на 4-й сами рассказываете. Моя задача на три поколения вниз научить людей вот этой информации. Давайте посмотрим, что получается. Вот этих людей вы знаете? Да, это ваши знакомые. А вот этих... Может быть, знаете, потому что знакомые знакомых. А вот этих наверняка не знаете. А вот этих уже точно не знаете. Но в результате системы приглашений, а это есть методика построения больших организаций. Методика построения больших организаций. В результате этой методики вы пригласили пятерых, а получается что? 5 и 5. 25. 25. 25 на 5? 125. 125 на 5. Отлично. По математике пятерка была, да? А если сложить все вместе? 7,5. 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 8,5. 8,5. Как вам? Вместо того, чтобы собственными усилиями, по одному проценту от усилий многих. Это мышление инвестора. И мы говорим, для того, чтобы получать доход инвестора, нужно включить мышление инвестора. А теперь самое интересное. Вот посмотрите, у вас 780 человек. Каждый придет и на какую сумму купят в среднем? 500. Конечно. Мы же это знаем. Это же статистика. Каждый купил всего на 500 рублей. Вы в этом случае кому-то что-то продали? Нет. Отлично. Многие говорят, стивомаркетинг – это система, где надо распространять, продавать, втюхивать и уговаривать. Вот эти все люди пришли и себе лично купили на 500 рублей. А товарооборот компания какой-то получит в результате? Очень много. Очень много. 390 тысяч рублей. Отлично. Это благодаря сарафанному радио. 21% компания выплачивает тем людям, которые продвигают информацию. Примерно половина этой суммы, это где-то 40 тысяч, компания заплатит вам 50%. Остальные 40 тысяч распределятся на этих людей согласно сделанным товарооборотам. Помните, да? А теперь давайте посмотрим. Представляем, что у вас есть такая организация. 300 человек, 780, тысячи человек. Не важно. А вы взяли и на месяц уехали отдыхать туда, куда вы хотели. Через месяц приехали. Скажите, пожалуйста, вот эти люди без вас перестанут мыться? Вряд ли. Вряд ли. Значит, в компании пройдет товарооборот, а значит, деньги вам будут выплачены. Еще на месяц сможете куда-то уехать? При таких условиях легко. При таких условиях легко. Совершенно верно. А люди опять помылись. Деньги в компании есть, выплаты произошли. Вам это что напоминает? Не помните? Потом квартиру ждала. Конечно. 5 квартир. Пожалуйста. Питры. Но. Есть разница. На 5 квартир, извините, сколько нужно заработать? Несколько жизней потратить. Совершенно верно. А здесь вложение 149 рублей. И благодаря вот этой системе вы можете построить организацию, которая вам будет приносить пассивный доход за однажды проделанную работу. То есть вы получаете каждый раз деньги так, как получает инвестор. Как вам система? Нравится? Нравится? Замечательно. Ага. Да? Да. Отлично. Но. Это только начало. Вот это только начало. Потому что, когда вы вышли на 21 пассивный, и у вас товарооборот 150 тысяч, то вы получаете звание директора, премию 1000 долларов, и доход у вас, на том же. А теперь давайте посмотрим дальше. Если вы создали товарооборот 150 тысяч, то компания присваивает вам квалификацию директора, дарит премию 1000 долларов, и доход у вас примерно 25 тысяч рублей в месяц. и вы приглашаетесь на банк, и вы приглашаетесь на банк, и вы приглашаетесь на банкет директоров в Москву. Если вы помогли двум людям стать директорами, давайте я еще раз нарисую схемку. Вот это вы. А. У вас два человека стали директорами. То есть у каждого создан товарооборот 150 тысяч рублей, как минимум. То тогда вам компания присваивает квалификацию золотого директора. И в каждом мире iFlame эти новые лидеры всегда напечатаны, показываются. И мы просто их знаем. Средний доход золотого директора 50 тысяч рублей в месяц. Премия разовая 2 тысячи долларов. Вот за этого и за это. И для золотого директора компания предлагает еще одну премию. Поездку на золотую конференцию. Что такое золотая конференция? Это неделя отдыха вместе с компанией, которая оплачивает компания. Где вы живете в пятизвездочном отеле. У вас обязательно будет банкет. У вас обязательно будет вечеринка. Обязательно день конференции, когда компания перед нами отчитывается о нашей общей проделанной работе. Это всегда проходит красиво, эффектно, на очень высоком уровне. Так вот, я могу сказать такую вещь. Я пришла в iFlame в 99-м году, в апреле месяце. И в ноябре закрыла квалификацию директора. А в 2001 году я закрыла звание золотого директора. И вот с 2001 года я на золотых конференциях. Я не могу, конечно, сегодня рассказать обо всех. Я могу только перечислить, в каких странах я побывала благодаря компании. Это Родос, Греция. Это Тунис, Северная Африка. Канарские острова. Рим, Италия. Барселона, Испания. Вторая была конференция золотая на Канарских островах. Афины, Греция. Рим, Италия. Мальта. Португалия. И в следующем году, когда компания будет праздновать 45-летний юбилей, шведы нас всех приглашают на золотую конференцию в Стокгольм, в Швеции. Я могу сказать так. Я вообще по своей профессии работала не хуже и не лучше. Я работала точно так же. Но почему-то премий таких мне отдел культуры никогда не давал. Как вот эти поездки. Представляете, сколько стран мира...